Валерий Николаевич, вопрос по составу. Сегодня как-то неожиданно. Шевалеев начал в первом звене, хотя вчера был минус 4, сегодня два гола забил. Почему решили поставить его к манитогорскому? Ну, я его перейл во второй игре в этот состав. Он неплохо себя проявил, в общем-то. И, так скажем, усилил это звено. Поэтому дали опять возможность проявиться. Не могу не спросить. Вчера попробовали с Никитами Кучеровым и Гусевым Михаилом Григоренко, восстановили тройку СССР. А сегодня попробовали на местнику, который, в принципе, с ними наигрывался в сборную по 92-му году. Кто лучше сыграл? Сейчас не надо так концентрировать на этом, но они играли полсезона в том году. И, в общем-то, чувствуется, что какие-то вне связки эти остались. Чувства друг друга. И, в общем-то, в плане созидания лучше получилось. Ваня Телегин сегодня поставили Сашу Хохлачевну, соответственно, и Наэль Мьякупу. Поставили в край, хотя ему привычу, в принципе, в центре играть. Довольно? Телегин? Нет. В краю играть не. Ну, и как-то остались довольны у Десны? Вот что он у нас результативный игрок. Ну, довольны, в общем-то. Все, в общем-то, ребята, которые играют в Канаде, они неплохо себя проявили. Потому что они были посвежее, вчера прилетели, отдыхали. Вот что мы так и рассчитывали, что самая тяжелая игра это будет. Поэтому и задняя линия немножко поплыла, особенно, в конце. Ну, ничего страшного. Вы в прошлом году так активно наставили на том, что главное в команде, почему вы выиграли золото, это был характер, был стержень, за счет которого все и было. У этой команды есть такой стержень? Ну, и проявляется, в общем-то, проявляется моментами. Но в этом плане надо работать еще более усердно со стороны тренерского шага. Личных бесед больше, вместе собираться больше, обсуждения отдельных моментов. Поэтому еще и время будем работать. А то, что сегодня поплыли в третьем периоде, как канадцы тогда в фестивале... Поплыли, поплыли сзади, не поплывали. Вот. Потому что никто не играл в нашей лиге в такой хоккей, три подряд игры за четыре дня. Очень большая нагрузка на защитников ложится. И они немножко, конечно, поплыли. При такой скорости. Да, да. Поэтому немножко другой хоккей. Более агрессивный, более силовой. Ну, ничего. Хорошая практика. Хорошая практика. Я думаю, уберем вот эти недостатки. Потеря Леши Маршенко – это существенная для этой сборной? Да. Есть кто-то, кто может заменить, стать ведущим защитниками? А вот вы видите в этой роли? Ну, Арзамасов у нас сейчас поехал в том составе. Поэтому там еще пару защитников. Эржиганов, Пудряшов, Армейцев. Поэтому ладно, посмотрим. Ну, естественно, хотелось бы завершить все это дело вопросом о вратарях. Все-таки все говорят. Никто не знает, кто будет стоять на воротах у нас. Ну, кого так-то... Сейчас опять я говорю, слушай. Говорю, вот видите, сегодня раз и не получилось с вратарями. Поэтому у нас сейчас Макаров приедет на последние две игры. Его посмотрим. И уже там два вратаря у нас поехали. Поэтому вот этот выбор. Василецкий, говорят, здорово сейчас стоит. 94-й год. Да, вот они в том на турнире там 50 бросков выигрывают матч. Поэтому вот 5-6 кандидатов будем выбирать. Вы после первой игры говорили, что довольно только вратарем и защитниками не довольны абсолютно линии нападения. Вот видите, как сегодня. Атака опять сыграла сегодня, а оборона не сыграла и вратарей. Если вот в трех позициях играет две позиции, то матч выигрывается. А у нас сегодня одна сыграла, а две выпали. Поэтому мы и проиграли. А скажите, прокомментируете игру спецбригадам? Да нет, особо сегодня не было. Так, нужно было просто посмотреть. Я дал возможность в ничте поиграть вот этим ребятам. И посмотреть, как они вообще играют. Они вообще в клубах не играют практически в ничте у себя. Поэтому, в общем-то, неплохо. Ну, посмотрим. Скажите, пожалуйста, а вот в предыдущие годы Super Series, по-моему, не очень серьезно воспринимался. А когда вы стали главным тренером, все-таки более серьезно. И это дало свои результаты в прошлом году. Ну, правильно. Вообще, это с советских времен еще. Если игрок играет в Канаде, значит, этот игрок и сыграет, и будет считаться. Поэтому акценты обязательно нужно прокручивать через канадские турниры. Хорошо, спасибо. Спасибо. Все, давай.